Умалат Асканов пока еще не привык к быстрому потоку машин на своей улице. Трафик увеличился благодаря асфальтированию дороги. Здесь установили по обе стороны трассы бордюрный камень, а эти ярко-белые разметки нанесли сегодня. Местный житель рад переменам, но опасается, что теперь прибавится лихачей. Прокладывать новый асфальт по улице Победы начали около месяца назад. После демонтажа старого покрытия дорогу уплотнили и выровняли песчаногравийной смесью и, соответственно, мелкозернистым слоем. Протяженность ремонтируемого участка – 1240 метров. Здесь было предусмотрено устройство тротуара для пешеходов с устройством бордюра. Более того, дорожные знаки, разметка из пластика. Была предусмотрена реконструкция небольшого моста через водопропускной лоток. Ну, вот такие работы. Все работы завершены? В кратчайшие сроки, буквально в течение двух-трех недель, работы были завершены. Как видите, единственное, что осталось нам установить ближайший день-два, будет установлено пилильное ограждение на мосту. Улица Победы – одна из центральных в городе и до сих пор являлась проблемной. Дорогу в последний раз ремонтировали в 2005 году. К тому же обновленный отрезок пути ведет к железнодорожной станции, а значит, стратегически важен. Сегодня последний этап стороной подрядчика ООО «Тимстрой» проводились разметочные уплотнения, то есть укладка разметки. И мы сейчас занимаемся муниципального контроля, согласно визуальным осмотром по проделанным работам. Ранее нами были даны свои замечания подрядной организации, как мы уже посмотрели, они исправлены. И далее уже по данному объекту ремонта ступят с обеих сторон, со стороны подрядчика и со стороны заказчика технодзора. Оценить благоустройство на своей улице местные жители смогли благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Он рассчитан до 2024 года. Адам Иришков, Рамзан Зурабов, Новости 24.